Добрый вечер, друзья мои телезрители! В эфире программа «Горящая линия» И мы продолжаем общение с муниципальной властью В канун Нового года произошли ряд громких событий, которые очень активно обсуждались В том числе назначение замов мэра И сегодня мы хотим представить новое лицо в нашей политической орбите городского уровня Это вновь назначенный заместитель городского головы Антон Турупалов Добрый вечер, Антон! Здравствуйте! И начнем вот с чего, Антон! Ну вот, какое направление вы будете, каким направлением вы будете заниматься И, ну, если есть перспективные планы в этом направлении Ну, я буду заниматься развитием инфраструктуры города И завтра будет на сессии городского совета согласована структура нового исполкома Где уже будет более понятно, какими инструментами я буду владеть, какие будут департаменты Но в целом это архитектура, земельные вопросы, транспорт, связь, благоустройство и экология Что ж, это практически все такие, ну, в основном все вопросы, которые достаточно резонансно, ну, скажем так, отзываются среди наших зрителей, жителей В том числе в сети Facebook и в новостной ленте Давайте, хорошо, давайте тогда поговорим вот о чем Транспорт Это очень большая беда Юрий Степанец целый год боролся с ней Вот как вы видите развитие Как бы вы видели идеальное транспортное сообщение Николаева? Ну, транспорт, как часть инфраструктуры, действительно важное место занимает в жизни каждого жителя И, наверное, они все довольны тем состоянием, которое оно есть И общественного внутри города, и межгород Проблем масса И одна из них, как я уже говорил, это то, что постоянно посмотришь новости, каждый день в топ-5 авария Авария, ДТП, травмы, люди гибнут И это все, скажем так, следствие того, что есть вот такая инфраструктура транспортная Да, потому что она должна отвечать еще и в первую очередь безопасности, комфорту, преемственности для жителей И эти задачи, которые наверняка мы будем решать Что касается того, какие конкретно это будут задачи и как мы будем это делать То это все зависит от депутатского корпуса и городского головы Потому что заместитель городского головы это менеджмент, который нанимает городской голова по согласованию с городским советом Который должен выполнять те задачи, которые будут ставить перед ним депутаты То есть логика простая Есть депутаты, которых избрали на округах люди И они представляют интересы этих людей Они знают лучше всего, что эти люди хотят получить Потому что жители города всегда ждут от городской власти сервисов, качественных сервисов Каких именно знают депутаты, потому что они представляют интересы этих людей И они должны давать задачи А мы уже как менеджмент должны их исполнять И тут нельзя говорить о каких-то своих личных целях, желаниях и так далее Потому что было бы некорректно, если в полумиллионном городе есть 54 депутата А исполняться будут воля одного человека, тем более заступника городского головы Вот это очень важный момент для наших зрителей Мы уже практически год ведем эту программу И много поступает звонков, в том числе вопросов с фейсбука и так далее И вот зачастую сталкиваться с тем, что вот эта структура Кто принимает решения, каким образом, кто за что отвечает Вот у людей до сих пор есть такой определенный перекос Давайте, если вы не против, мы пару минут об этом поговорим Вот чем занимаются депутаты? Какая их основная функция и какая главная их зона ответственности? Депутаты это представители жителей города, представители громады, представители общества Они получили поддержку большинства людей города Как, скажем так, представители тех интересов той программы, с которой они шли То есть, видимо, они нашли какие-то слова Видимо, они убедили, что они смогут достичь определенного результата То есть, у этих людей есть видение, каким должен быть город И кандидатов в депутаты было всегда масса Каждый округ выбрал своего И, соответственно, этот депутат в течение своего созыва, того времени, своей каденции Он должен приложить максимум усилий для того, чтобы те обещания, которые он дал своим избирателям Они превратились в жизни Потому что, соответственно, раз люди за него проголосовали, это именно то, чего они ожидают Ни больше, ни меньше Может быть, больше, но никак не меньше И у депутатов должны быть руки, исполнители Которые, получив эти задачи Должны, имея в своих инструментах специалистов, экспертов, инспекторов Все возможные... В общем, штат определенный Штат и полномочия реализовывать, превращать это в жизни Этим инструментом является исполнительная власть Это наш городской исполком Это городской голова, в том числе И его заместители и дальше-дальше по вертикали То есть, вот приблизительно так, наверное, работает город Спасибо Что ж, теперь несколько мы повернем нашу беседу Вы человек новый И достаточно молодой И многие люди более старшего возраста Среди них есть и наши зрители Они не воспринимают людей Молодежь, считая, что у них не хватает опыта Расскажите вкратце о себе Как ваш карьерный рост Где вы уже поработали И какие достижениями вы можете похвастаться? Ну, что сказать Я могу разделить на два этапа Первый этап – это тот опыт, который я получил в бизнесе Я занимался в телекоммуникационной сфере Банковском секторе Юридические, аудиторские услуги Учет, агросектор И прошел, в принципе, все этапы От подчиненного До собственника компании И создал больше 100 рабочих мест И это была моя первая часть Скажем так, опыта Мне сейчас 30 лет Это было с 20 до 25 лет А уже с 25 лет я посвящаю свое время государственной службе Я был руководителем агронаправления Эсиноватской районной администрации После чего также получилось у меня работать В Верховной Раде Украины В Комитете охраны здоровья Имел опыт политической деятельности На парламентских выборах Центрального аппарата, штаба и фракции Также последней местной работой Была моя Ивановская районная администрация Одесской области Куда я по открытому конкурсу Михаил Саакашвили Да, Михаил Саакашвили объявил этот конкурс И я имел честь Принимать участие В этой работе Вот, хорошо Давайте как раз тогда об этом поговорим Как вы считаете, что вы нового привнесли Из того, что было Что стало лучше А что вы считаете своей недоработкой На предыдущем месте работы Ведь вы столкнетесь примерно с той же системой Которая, собственно говоря, еще такая Постсоветско-перестроенная Я бы не сравнивал Это совершенно две разные работы То есть район, области и город Это в принципе управление территориями, безусловно Но там идет государственная служба И там глава районной администрации Он больше представляет интересы президента Территории, потому что назначаются непосредственно им Здесь же мы говорим о местном самоуправлении И здесь мы представляем интересы громады Представляем интересы жителей города Которые избирают всю власть Которая менее зависима уже от центральных органов власти Она имеет больше инструментов для достижения результата Она сама определяет вектор работы Поэтому абсолютно разное Если район, область это огромная территория Это, например, мой район, которым я управлял Он в 6,5 раз больше Николаева Это 43 населенных пункта И, к сожалению, там проблемы Которые, наверное, Николаев уже разрешил Потому что уровень жизни значительно ниже, чем в областном центре Значительное количество людей не получает даже элементарных благ Но ключевое направление это агросектор Доходы идут от земельных вещей Здесь Николаев, областной центр Все совершенно по-другому Это совершенно другие возможности Это совершенно другие инструменты Я бы не сравнивал эту работу И не думаю, что придется столкнуться с теми проблемами, которые были там Потому что мы работали там в одном определенном, скажем так, общественно-политическом ключе Здесь он несколько другой Потому что я уверен, что где-то есть, конечно, политические разногласия Где-то не все так просто Но все равно все заинтересованы жить в этом городе Чтобы он был лучше Чтобы люди видели, что он меняется Потому что, повторюсь, на сегодня Есть все инструменты для того, чтобы сделать его лучше При условии того, что все стейкхолдеры Все заинтересованные люди Все люди, которые имеют власть в этом городе Будут смотреть в одну сторону Хорошо, мне тогда еще вот такой вот вопрос Вы некоторое время были на должности помощника Да, с мая С мая этого года Александр Федорович Сокеевич Да Как вы считаете, какие основные Вот такие вот самые глобальные проблемы По-вашему, существуют в системе управления Вот сегодня в системе управления И какие, возможно, вы бы хотели автоматизировать Не знаю, в общем, как вы смотрите на это Что мешает нам сегодня более эффективно Оказывать этот сервис О котором вы говорили Ну, сервис, он не один, да То есть, я бы хотел говорить о том Что качество должно быть для всех сервисов Одинаково высокое Но сервисы разные Я считаю, что есть определенный недостаток По обратной связи от жителей Для того, чтобы мы лучше слышали население И жители лучше понимали, какие процессы происходят То есть, вот в работе, скажем так Информационной политики Есть определенные недоработки С моей точки зрения Что касается тех вещей Которые уже сегодня изменяются Это, я повторюсь, завтра будет Сессия городского совета Где я бы очень хотел, чтобы была Утверждена новая структура Потому что, как вы знаете Сейчас идет процесс децентрализации И город получает совершенно другие средства Которых раньше не имел Незначительные То есть, но он их получает не просто так Появляются новые функции Вместе с этими средствами Ответственность другая совершенно Ответственность всегда высокая Но функции эти нужно кому-то исполнять То есть, центральные органы власти Они передают на местный уровень Новые функции Под которые нужен штат Под которые нужна другая структура То есть, есть новые условия Работы в местном самоуправлении С учетом этой децентрализации И структура городского совета И исполкома Да, она должна соответствовать Сегодняшнему дню А не тому состоянию Которое она была год назад Поэтому введены Новые позиции Очень много Ликвидировано департаментов Будет Будут созданы новые департаменты Несколько увеличится численность И я думаю, что Там в процессе она еще придет К оптимальному Но, по крайней мере Ее будет достаточно На сегодня Пусть Есть в обществе запрос На сокращение чиновников И я очень приветствую Это Но Для того, чтобы Не иметь сейчас риска Неэффективного использования Тех средств И неэффективных использований Тех функций Которых мы раньше не Выполняли Я думаю, что Депутатский корпус оценит Ту работу Потому что достаточно много Времени было проведено Чтобы действительно Было обосновано То количество человек Которое будет В исполкоме И проголосует его И уже С новой структурой Исполком Будет решать Те вызовы Которые будут Сегодня перед нами стоять Плюс Как вы говорили Вот Сформировалась новая команда Городского головы Были приглашены Специалисты На разные позиции Как на заместителей Так и на руководителей Департаментов И я думаю, что Вот эти вот изменения Точечные Они Как бы Потихоньку Потихонечку Потихонечку Совершенствуют Ту модель управления Которая в городе есть Я не хочу Говорить о том, что Она была несовершенной Я говорю о том, что Она становится лучше С моей точки зрения Ну и современней Да, вот мы Невольно сталкиваемся С вопросом То, что ожидали Например, от мэра Сенкевича на выборах От мэра айтишника Ключевой момент О том, что будет Очень много Электронных Каких-то вещей Так вот Хочется задать вопрос Так следующий Увеличив штат Как будет проведена работа Если вы знаете Ответьте Либо Своё видение Как будет проведена работа Для улучшения качества Этого штата Потому что штат Набрать-то можно А вот качество Работы этого штата Тоже немаловажно Это зависит от зарплат Которые Получают специалисты И собственно говоря От их Не знаю Мотивации Наверное Работать Стимулов Работать в городе Достаточно много У местных жителей Это стимул Понятный Простой Они хотят Чтобы тот город Котором они живут Котором они выросли Где родились Их родители Где они Встретили свою Первую любовь Я знаю Чтобы он был лучше Это очень понятный Стимул К сожалению Финансовая сторона Она может быть Особенно если сравнивать С бизнесом И особенно с IT Явно недостаточная Для рынка Потому что Привязана заработная Плата к тарифной сетке И так далее Те изменения Вот вчера был принят Государственный бюджет На 2017 год Где заложено В почти два раза больше Минимальная заработная плата И там немножечко Изменена система Они могут позволить Несколько увеличить Оплату труда Потому что Как вы правильно заметили Увеличив общую численность Это Сформировались единицы Скажем так Свободные места Куда можно взять человека Но их еще нужно наполнить И это тоже Колоссальная работа Потому что Важно понимать Что называя Какие-то цифры Общие Численности Исполкома Это не значит Что там столько людей Работают Ведется работа По привлечению Если мы говорим О молодых людях С амбициями Проявить себя И показать себе И городу Чего они стоят То это тоже имеет Значительный Мотивационный эффект Эффект стимула Потому что Действительно В городе Есть такое Огромное количество Направлений работы Где можно Достаточно быстро Добиться изменений Что Можно сказать Даже на эффекте Низкой базы Потому что Есть определенные Рейтинговые показатели И Николаев К сожалению Не находится на том месте Которое заслуживает И для таких людей Может быть стимулом Вывести Своим трудом Какой-то кусочек работы По каким-то кусочкам Направления Поэтому Безусловно Это очень важная задача Это очень важная работа Привлекать Как можно больше Жителей Как можно больше людей К вопросу управления Городом Общественности Чтобы Город Лучше слышал людей Чтобы Люди больше Понимали власть Это Трансперенси Вот эти вот процессы Более прозрачно Становиться Открытыми Они являются Приоритетными Для мэра И Имея Те знания Которые он имеет В сфере информационных Технологий Зная Как они сегодня Стремительно развиваются Я уверен Что в самом ближайшем Будущем Мы увидим И электронный документооборот Внутри системы Но это не так сильно Почувствуют жители города Просто увеличится Темп и скорость работы Городского совета Скорость реакции На запросы Но Также увеличится Качество Вообще выйдет На другой уровень Качество взаимосвязи Города И Городской власти В контексте Того же 1588 Сервиса Сервиса Поясняйте Потому что Не все цифры знают Я имею ввиду Той горячей линии Которая на сегодняшний день Есть И вообще В принципе В центре На дань Административных Послуг И так далее То есть Есть места Где Жители Наиболее часто Соприкасаются С Городской властью И хотелось бы Чтобы Вот в этот момент Они Как можно комфортнее Себя чувствовали И Видели Каждый день Изменились Как улицы убирают Как Снег убирают Как Становится чище Как появляется Новый общественный Транспорт Как Город Меняет лицо Потому что На сегодняшний день Я повторюсь Мне кажется Николая заслуживает Несколько Лучшего места В рейтинге Города Украины И Я думаю Что у этой команды Есть Все шансы Вывести Хорошо Вы затронули Очень интересный Один момент Это Внешний вид города Знаменитый Булкоград С которым сейчас борются Вроде Как бы Вроде Как бы Успешно По крайней мере Процесс пошел Это уже Радует Да Там И С бордами И с рекламой Это такой Навязчивый Сильно Тоже вроде Как бы Процесс идет И Вроде Как бы Слава Богу Как вы Как вы Это же будет Ваша отчина Да Вот Как раз Эти Незаконные Конструкции Скажите Вот есть Одна такая Проблема Если С мафами Все понятно Приехал Приехал район И забрал Да Как быть Например С теми С теми С порудами Которые уже Не являются Малыми архитектурными формами А являются уже Капитальными строениями Но без документов Пример такого строения У нас уже был У нас уже был Такой Скажем Есть такой прецедент Один из Это Пиццерия Которая находится На угол Проспект Центральный И Третий Вот она Была построена По документам Якобы там Ларек А в результате Там двухэтажная Пиццерия Как вы видите Развитие Событий И как Будет решаться Эта проблема Ну Вот ваше Видение Ну Смотрите Если мы говорим Про Будки И про Малоархитектурные Формы То Конечно Их количество В городе Я здесь Нахожусь С мая И Имел возможность Много Путешествовать По стране И видеть Раньше Города Украины Я такого не видел Конечно Это наверное Такая Достаточно Уникальная вещь Для страны Такое огромное Количество Будок Понятное дело Что они не красят Город Это наверное Не то Чем горожане Гордятся И это наверное Не то Что Вызывает Симпатию Людей Которые Путешествуют Николаевым Проезжают И бросаются В глаза Поэтому Конечно Вопрос Благоустройства Он Будет Скажем так Решен В этой сфере Точно Единственной Проблемой Являлось То что Был порочный Круг Где Можно было Показывать Друг на друга Пальцем Разным Структурам Исполнительной Власти Например Кто это должен Делать Департамент Архитектуры Например Или пусть Это делают Департамент ЖКХ Или пусть Это делают Администрации Района Нет Этим Должен Заниматься Третий И без Четкого Вот этого Механизма Сейчас Это заработало И то Во многом Благодаря Общественности Которая Активно Включилась И контролировала Эти процессы Но Хочется Сделать Так Чтобы Не было В принципе Возможности Двойной Зонной Ответственности Каждый Должен Делать Своё Дело И делать Его Хорошо Что ж Спасибо На этом К сожалению Наша Программа Подошла К концу У нас Был В гостях Антон Турупалов Один Одно Из новых Лиц Городской Власти Заместитель Мэра И завтра Мы узнаем За что Он будет Отвечать И какими Инструментами Владеть После Сессии Которая Надеюсь Примет Скажем Структуру Либо Не примет А я С вами Прощаюсь До следующей Среды Мы Как всегда С вами По средам В это же Время Встретимся И поговорим С муниципальной Властью О тех Проблемах Которые Волнуют Нас Больше Всего И Наш Город До Свидания Редактор субтитров